Нет, я считаю, что тоже и коррупция, и нищета наша, и неэффектность власти имеют конкретные имена и фамилии лица. Не в целом, а вокруг, а около. Та, лицо неэффектности власти, имя неэффектности власти, в первую очередь, в том числе и Арсений Яценюк. Та, лицо неэффектной власти, очень много людей в разных ветрах власти. Они могут быть и президентской администрацией, они могут быть здесь в любом министерстве. К сожалению, у нас нет министерства какого-нибудь, которое бы конкретно помогало людям. Конкретно решало вопрос всего больше людей. И поэтому, конечно, когда люди от вас и от нас всех требовали, чтобы это правительство отставили. Потом бы посмотрели, что произошло. Но уже первое же, первое же поползновение. Ну вы же видели опрос, мы же все, зачем нам опросы, мы же ездим по улицам, мы ходим, мы общаемся, мы же никаких на колбах сидим в себе. Практически все хотели отставить правительство. И главный заказ людей не был выполнен. И это можно мотивировать чем что угодно. Но сколько бы мы не мотивировали, реально политический класс предал интересы народа. И реально мы знаем, что партии называются по-разному, но это все политические проекты конкретных олигархов. Почти нет в Украине сейчас политические партии, которые бы представляли народ снизу, они все представляют какие-то конкретные интересы. Поэтому такой ситуации. Естественно, я тоже беру на себя ответственность. Естественно, я говорю напрямую, все, что я думаю. Ну у меня давно не было возможности премьер-министру, но президенту точно я говорю. И точно говорю очень многим министрам. Мы пытаемся каждый на своем месте что-то менять. Вот мы пытались менять эту таможню, они нас сегодня заблокировали. Мы сделали центр обслуживания граждан, это был прорыв для нас. Мы там сделали центр Совета экономического развития, который идет наперекор всему тому, что есть наша экономическая политика. Мы боремся за каждого налогоплазильщика, боремся, чтобы кровь у него не пили налоговики, боремся за каждую ситуацию с полицией, с прокуратурой и тому подобное. Вы это все могли видеть? Чего мы достигли? Наверное, не очень многого. Но то, что хотя бы маленькие поддержки были, это я считаю, что если бы все в этом ракурсе дергались, может быть, страна была бы в другой ситуации. Но сейчас мы там, где мы и находимся. Поэтому я беру в ближайшие дни отпуск, я еду в регионы, мне очень хочется помочь Одессе, но я не могу быть как-либо облет. Поэтому я иду к людям, и мы будем вместе разворачивать эту компанию.